Всем привет! Сегодня у нас видео такое душевное, болтологическое. Чаё кофеёк наливайте, я вам расскажу о себе. И, собственно, вы же любите такое, да, когда я о чём-то вам раскрываюсь, о себе рассказываю. Это видео, сразу говорю, да, не записано с целью «пожалейте меня, мне так плохо, сейчас всем плохо». Это видео снято с целью поделиться с вами. Я вам немножко сегодня приоткроюсь, расскажу, как протекает моя жизнь, что я чувствую, какие-то мои переживания. Это видео снято с целью того, чтобы вас поддержать, и вы поняли, что если вы переживаете что-то подобное, вы не одиноки в своём горе, в своей беде, короче говоря, в этом состоянии. Иногда недалёкие люди, очень редко, но несколько раз такое у меня на канале было, мне писали, но это, конечно, с издёвкой, некоторые очень любят так подколоть, «ну ты же психолог», например, где-то в комментариях, «как ты можешь так реагировать, будь сдержанным?» Меня укарывают, как это сказать правильно, не знаю, укор, не в укор, в общем, ставят то, что я психолог, и я, мне кажется, вообще складывается впечатление, должна как робот быть, жить как робот, быть, например, идеально эмоционально-психическое моё состояние, но людям, блин, реально… Я всегда таким отвечаю, я в первую очередь человек, блин, существо и личность, а то, что я психолог, это второстепенно, это вообще не имеет огромной роли. Да, у меня есть какие-то знания и навыки, но не забываем о том, что они мне даны, я их учила, скажем так, да, я взяла эти навыки для того, чтобы помогать другим людям. Для себя самой психоанализ проводить у себя в голове – это очень трудно, потому что ты сам себе до конца быть честным не можешь. Поэтому в Америке, во многих европейских странах, и должно быть такое в России, но я сейчас как бы не в курсе вашей там ситуации, я имею в виду психологов как профессии, ну, в общем, в большинстве странах мира психологи обязаны ходить к психологам, даже если у них все в порядке раз в месяц, они обязаны посещать психолога для того, чтобы просто высказаться, выговориться, потому что эмоциональное выгорание – это в любом случае, каким бы был грамотным, неграмотным, холоднокровным, нехолоднокровным человеком психолог, умным, неумным, неважно, он в любом случае, даже если в себя не вбирает, не проживает проблемы клиентов, слушает чей-то негатив, чью-то проблему, а чтобы решить чужую проблему, у нее надо вникнуться, подумать там, всякое, короче, неважно, ты все равно этот негатив в себя впитываешь. Будем говорить сегодня про изоляцию. В чем моя проблема, я вам расскажу, что со мной, собственно, произошло. Месяц я держалась, я, у нас, в принципе, в семье такой позитивчик-моторчик, у меня муж больше склонен к хандре какой-то, к негативным размышлениям, депрессивного характера, потому что, ну, он несет ответственность материальную за семью, он об этом больше думает, естественно, это понятно. А я у нас в роли такого веселого томогочика, который всех подзаряжает, за всеми, там, скажем так, досматривает в бытовом плане, организовывает, зажигает, короче, вот такие эмоции дает. У меня просто села батарейка, потому что вот эта тяжелая ситуация в плане карантина, я просто вчера подумала, блин, а как живут люди, у которых вообще пограничное сознание, состояние, психики их, которые на грани каких-то заболеваний, психических расстройств, я вообще не представляю, я не представляю сейчас статистику, какая будет по самоубийствам, вы себе не представляете, это будет жесть. Какие-то, может, другие причины будут, но причина я знаю какая, вот эта изоляция. Моя лично проблема в том, что я, у меня были все стадии за месяц, я вам так скажу, у меня, мы ровно месяц с этим дома, у меня были все стадии и отрицания, и просто это какая-то шутка, это бред. Я прошла все, и смирение, и принятие, я уже стала просто свободно плыть по течению этому, и свой досуг как-то, вот мне помогли мои скиллы, короче говоря, психолог, я организовала быт, у меня, короче, каждый день куча всяких дел, иногда вот реально я стою в 8 утра, и в 3 часа дня, ой, блин, уже 3 часа, господи, столько всего, реально много чего переделала, сделала, и ой, 3 часа, я, короче, у меня нет времени присесть и отдохнуть, и этим самым я не расклеивалась. Но мне кажется, я вот себя вот так вот загоняла, загоняла в течение этого месяца, у меня села батарейка, я вчера реально проснулась в состоянии апатии. Апатия, кто не знает, астония, это такое состояние, из которого можно, естественно, выйти, что я, собственно, стараюсь успешно делать, это такое состояние, когда у тебя начинается депрессия, это один из симптомов депрессии, короче говоря. Что такое вот эта астония? Это неинтересно ни к чему. Моя фраза вчера была, я лежу как бревно, я не хочу вставать, я не хочу шевелиться, мне наплевать на мой внешний вид, я не хочу даже почистить зубы, я не хочу есть, я просто хочу молча лежать в потолок, смотреть, просто быть бревном. Эмоционально настолько я выгорела, я уже даже отодвинула там консультации своих стандартных клиентов, я брала только иногда, очень редко, тех, кому очень действительно критическая какая-то ситуация очень надо, у меня на это просто не было, просто, блин, себя консультировать. И я, короче, даже несмотря на все это, на все принятые мною меры как психолога, я не смогла, блин, вот меня хватило реально на месяц. Я вчера мужу говорю, у меня ощущение, что мое настроение без настроения, вот просто ноль. Я очухалась вот только к пяти, шести часов вечера, весь день я была, я себя заставляла, да, что я предпринимала, я себя заставляла что-то делать, у меня не получалось, мне не хотелось, у меня потом началось отвратительное настроение, мне все отторжение, мне все бесит, негатив пошел, потому что я себя заставляла, против своей воли шла. Ребенком пыталась отвлечь, это тоже раздражение, муж полностью на себя ребенка все делал, ну просто нереально. Проблема в чем-то, что у нас был комендантский час в два дня, и вообще нельзя было выходить из квартиры, даже там до магазина и все прочее. Просто на нас было распоряжение, даже нельзя во двор выйти. Но я об этом расскажу вам в отдельном видео, когда будет про коронавирус недельно, я про этот комендантский сейчас вам немножко расскажу. Хотя, думаю, уже все пообсосали в интернете, все блогеры эту тему подняли, кому надо было. Ну и немножко затрону, чтобы кто не понимает, о чем речь. Так вот, короче, вот это заточение. Моя проблема, я поняла, слава богу, вчера путем анализа, моя проблема в том, что я очень свободолюбивый человек, я всегда должна решать, контролировать свою жизнь. Это вот ощущение контроля. Я всегда продумываю на шаг вперед. Я контролирую ситуацию. Нельзя все держать, конечно, под контролем. Я имею в виду общий бытовой что-то такое. И когда тебе проблема моя лично в том, что кто-то, ну государство, ситуация самосложившаяся в мире, говорит мне, как я должна поступать. Кто-то, как сказать, закрывает мои рамки свободы. Мне говорят, туда ты можешь пойти, а вот сюда нет. И это так постепенно сжимается, что вот мой взрыв личный был, вот буквально вчера в состоянии просто, я, блин, ноль эмоциональная была. На меня это копилось сначала, да, нельзя было, блин, там, куда-то там ходить. Да, закрыли торговые центры, магазины, все понятно. Развлекаловки, я нормально к этому отнеслась, понимание. Потом рамочки сужаются, закрываются границы между городов. Нам уже даже на дачу не уехать, если бы мы планировали сбежать туда. Нет, окей, потом потихоньку, вот уже сильно у меня стиски, это когда с детьми никуда нельзя, в плане выходить на улицу нельзя с детьми. У меня ребенок очень активный, который просто высасывает соки, и дома его занять, ну, я не знаю, переделали столько поделок, столько игр, переиграли, что это жесть вообще. Дело труба. Ну, каким-то образом я с этим справляюсь, но морально мне было, мне было жалко как-то за своего ребенка вот в этот момент, что запретили, вот это ограничение свободы, ощущение, что ты в тюрьме. И последний вот этот комендантский час, мне он сам, по сути, нашу жизнь, он не изменил. Мы так же сидели дома и не выходили, как всегда. Но вот это ощущение, что кто-то тебе приказывает, за тебя решает, для меня это самое важное. Это самое, я поняла просто себя анализ, да, это мое самое главное в жизни, и мне, я анализирую, конечно, сны, и вот мне снится сон уже на протяжении всего этого месяца, я вот буквально вчера это поняла, что у меня опять приснился, но раз в два в неделю у меня снится сон о том, что я еду за рулем машины, машину от управления своей жизнью, у меня снится сон, что я еду за рулем, и у меня нет прав, я нарушаю, и я знаю, что где-то вот постполицейских, вот постполицейских, и надо свернуть куда-то в какие-то дворы, чтобы спрятаться, чтобы меня не поймали, что меня посадят в тюрьму, вы представляете, что мне снится? Это просто, я когда вчера села это, что-то я, знаете, для себя же, как всегда, в последний момент, и я вчера, когда начала это анализировать, блин, у меня же сны такие снятся, это же мое желание управлять, господи, мне даже это сниться уже начало, моя психика, короче, дает сбой. Я это рассказываю не с целью там поныть вам, просто скажу, что я начала вчера к себе вот заставлять идти против себя, заставлять себя что-то делать, это не мой вариант вообще, надо к себе прислушиваться. Я начала к себе прислушиваться, так, окей, я как бревно, как полено, элементарно не могла пожарить яичницу, допустим, омлет, у меня, блин, все сгорело, все не так, короче, все не то, я не знаю, где мой мозг, он где-то в Астрале, голова вообще не соображает, мысли улетают, я вот, мне муж что-то говорит на другом языке, а я, а что, что ты сказала? Я даже другие языки не стала понимать, понимаете, ну, это просто крыша едет, что называется. И я, короче, начала к себе прислушиваться, вот как я себя разогнала к пяти вечера, я думаю, так, окей, если мой организм хочет полежать, отдохнуть, я чувствую себя каким-то поленом, бревном, у меня нет сил, я даже зубы не чистила, не стать не могу, к раковине умыться, настолько просто, блин, пластом лежать, думаю, так, окей, что делать, что можно лежать делать, окей, я буду слушать музыку, я начала слушать музыку, у меня есть там радио, русские, я одну такую музыку свою любимую включила, плейлисты там себе накидала, и понеслось, я начала слушать, и я включила старую свою музыку, которую очень люблю, такие прям нетленка хиты, я слушала музыку, и у меня были вот эти, я человек аудиальный, или запахов, я послушала, что-то понюхала, и вернулась в то время, когда мне было с этим запахом или с этим звуком хорошо, я вспомнила то, сего, и у меня поднялось настроение, наконец-то, и меня так поперло, что я бы захотелось танцевать, плясать, я встала, начала готовить еду, за собой ухаживать, там лицо, все-все-все, порядок себя привела, к пяти вечера я раскачалась, и меня так поперло, вот этот в себе поток, вот эта энергия нашла, как это сделать, не закрывать, себя сжимать, и идти на поводу у системы, а мое, это быть самим собой, эмоции есть, пруд, как себя хочешь, так и види, я с мужем абсолютно открыто, раскрепощенная, буду на руках ходить, ржать, хохотать, то есть что угодно делается, он никогда никак не отреагирует, или как-то меня не оценит, меня принимает любой, поэтому мне это легко делать, хоть, блин, я не знаю, хоть что делай дома, вот, у меня ребенок, конечно, был в шоке, у мамы такую еще не видел, эмоционально, такой, мне муж сказал, ты пьяная что ли, я говорю, нет, я говорю, меня так прет, я, не знаю, в себе вот этот поток энергии открыла, что я не могла остановиться, я занялась, я делала спорт, тренировку с 9 вечера до 10, и отпахала по полной, вот как бы я пришла в тренировку, на тренажерах позанималась, в спортклубе, я по ютубу занимаюсь, я, короче, отпахала целую тренировку, надо спать, а меня, блин, прет, я уснула, конечно, поздно, почти в час 30 ночи, для меня это поздно, я в 12 ложусь, я сегодня встала, как огурчик рукой сняла, мне морально, я это сбросила, мне стало легче, ну, конечно, я знаю, что это не навсегда, чем быстрее закончится вся эта ситуация, тем быстрее, как-то, кстати, можно будет справиться, это пройдет, я знаю, что это просто на время, это ко мне все равно вернется, нельзя одним вот этим, скажем так, моментом, все, раз, типа, выздороветь, скажем так, но я подумала, блин, если мне так фигово, я знаю, что с этим делать, как к себе прислушиваться, каково же людям, которые вообще в таком состоянии психики, они в принципе поддержаны депрессией, и у кого панические атаки могут начаться, мне вас очень жаль, ребят, крепитесь, держитесь, все это не вечно, это закончится, все будет нормально, потому что, ну дальше, я честно скажу, что страшная статистика по самоубийствам, психическим заболеваниям и всем прочим, я уверена, что сейчас раскупают антидепрессанты активно, я говорю про карантин в Турции, я думаю, что в России это не так чувствуется, у вас не такой жесткий карантин, я это все к тому снимаю, что поймите, вы не одни, не одиноки, я вместе с вами, я испытываю то же самое, к сожалению, себе помочь еще труднее, чем другим людям, держитесь, мне кажется, когда закончится карантин, и мне хочется выбежать в открытое поле, огромную какую-то натуральную площадку в плане природы, на природу, не лес, мне не нужен лес, мне нужно поле, открытое пространство, вот так распахнуть руки, орать, бежать, потому что, ааа, я свободна, реально, по-другому, я просто даже не представляю, как это выразить, мне давят четыре стены, я себя чувствую реально в тюрьме, по-другому никак, что держитесь, ребята, кто сейчас может ходить на работу, я вам завидую, потому что у меня ребенок, я не могу его одного оставить дома, мне с ребенком идти дальше, там, моего двора никуда нельзя вообще, а некоторых и во двор даже выходить, здесь у нас такие вот правила, так что держимся, все начали бухать, скажем честно, у нас еще поднялись продажи алкоголя, в России, я думаю, тоже, вообще по всему миру, огромная проблема, это алкоголизм во время вот этого заточения домашнего, люди, чтобы сбегать вот эту реальность, начинают пить, это страшно, вот честно, можно реально спиться, так долго сидеть, это вообще жесть, как вы справляетесь, расскажите, как вы к себе прислушиваетесь, может дадите полезные кому-то советы, и я к чему-то прислушиваюсь, как вообще у вас вот это проходили стадии отрицания, принятия потом вот этой ситуации, я жду ваших комментариев, пообщаемся на очень интересную злоподневную тему, спасибо за внимание, всем пока!